Я молюсь о том, чтобы вы получили благословение, вдохновение и мотивацию через эту серию проповедей. У Бога есть ответ на любую проблему. Нет такой проблемы в вашей жизни, чтобы не испытал на себе Иисус. Поэтому Слово Божие говорит об актуальных вещах, и Бог обращается к нам через псалмы, написанные много лет назад. Большинство из нас, если не все мы, в какой-то момент жизни, возможно, не сейчас, но в какой-то момент, видели несправедливость по отношению к нам или к кому-то из наших друзей. Или, может, мы видели, как кто-то убил кого-то, но избежал наказания. Или когда мы наблюдаем, как процветают беззаконники, или когда мы видим бесчисленную несправедливость вокруг нас, то будем честны, это вызывает у нас гнев. Правда? Мы видим успех беззаконных и страдания праведных. Мы видим, как повсюду извращаются моральные нормы. Все это вызывает у нас гнев. Когда мы переживаем несправедливость на себе, это еще больше усугубляет наш гнев. Мне нравится, что Библия не прячет, не отрицает, не высмеивает вполне понятную эмоцию под названием «праведный гнев». В 4 главе послания Ефесиным говорится, что гневаться можно. Главное, чтобы этот гнев не привел нас ко греху. История полна событий, когда кто-то, исполненный праведным гневом, начинал какое-то движение, начинал творить великое для Бога. И вы знаете из истории, что когда праведный гнев направлен на добро, он творит великие дела для Бога. Давайте откроем 36-й псалом. Этот псалом очень большой, там 40 стихов. Но я разделил его на две части. Сегодня мы посмотрим первые 20 стихов. В следующей проповеди мы рассмотрим стихи с 21 по 40. Большинство исследователей Библии считают, что этот псалом, скорее всего, был написан Давидом. И также большинство из них считает, что Давид написал его под вдохновением Святого Духа уже в конце жизни. Давид потратил столько лет своей молодости, убегая от злого царя Саула. Он был вечным беглецом, убегал и убегал. И в эти годы я лично не сомневаюсь, что он спрашивал Бога и не раз, почему так происходит. Что Саул, злой царь, да, я понимаю, он помазанник Божий, я бы никогда не поднял руку на помазанника, но он живет в роскоши в царском дворце, а я верный Тебе, Боже, верный до конца дней, и живущий для Тебя, прячусь по пещерам и живу в горах и ущельях. И уже пожилой царь Давид, вспоминая свои молодые годы, вспоминая, как Бог был верен ему, как он защищал его, как он заботился о нем, и провел его через огонь и воду. И когда он вспоминает эти годы своей жизни, он осознает следующее. В жизни все не так, как нам казалось на первый взгляд. И он дает нам свой совет. Вдохновленный Духом Святым, он пишет 36-й псалом. Вот вам суть псалма в двух словах. «Оставайся в покое и смотри на небеса». Давид, вдохновленный Духом Святым, дает нам четыре причины, почему те, кто знают Господа и любят Господа, должны быть в покое и взирать на небо. Всего четыре причины. Первая. «Будь в покое и взирай на небо». Это с первого по третий стих. Потому что не все ты можешь видеть своими глазами. Далее вторая причина. «Будь в покое и взирай на небо». Это стихи с четвертого по седьмой. «Из-за того, что ты уже имеешь». Третья причина. С восьмого по одиннадцатый стих. «Оставайся в покое и взирай на небо». «По причине того, что тебя ждет». Ну и последнее. Четвертая причина с двенадцатого по двадцатый стих. «Будь в покое и взирай на небо». Потому что беззаконников ожидает суд Божий. Когда вы видите только то, что зло и беззаконие процветает, и больше не видите ничего, то вас можно сравнить с абсолютно слепым человеком, который всегда ходит в полной тьме. Но когда вы начинаете смотреть духовными глазами, вы видите, что эти люди на самом деле не так счастливы, как кажутся. Вы увидите, что внутри они несчастны. Вы увидите то, чего не видно, если смотреть своими глазами. Но духовные глаза помогут вам это увидеть. Когда вы видите этих людей на телевидении, я говорю о тех лоббистах, которые продвигают безнравственность и искажают моральные нормы общества, заставляя нас и наших детей мыслить иначе, попробуйте посмотреть на них не своими обычными, а духовными глазами. Вы увидите, что внутри они полны гнева. В них на самом деле кипит чувство вины. Их беззаконие внутри них, как разрывающийся вулкан. Почему это происходит? Я скажу вам почему. Запомните то, что я скажу. Потому что они созданы по образу Божьему. И поскольку они созданы по образу Божьему, то, что бы они ни говорили на публике, внутри их съедает чувство вины. Вы со мной? Почему вы думаете, они постоянно твердят все, что мы хотим, чтобы нас принимали такими, какие мы есть? Бог-то вообще-то принимает всех, но им этого недостаточно. О, нет, они хотят одобрения. Им сказали, хорошо, с вами все в порядке. Но и этого и мало. Теперь они хотят поднять безнравственность, как знамя. Как будто это добродетель. И они никогда не остановятся. Даже если завтра правительство скажет, «Всякая безнравственность есть добродетель», это их все равно не остановит. Поэтому в 36-м псалме, в частности, с 1-го по 20-й стих, мы видим трижды «не ревнуй» в первом, седьмом и восьмом стихах. «Не ревнуй». «Не ревнуй», потому что ты не все видишь. Хочу высказать свое мнение. Я всегда четко разграничиваю авторитет слова и свое собственное мнение. Данной фразой Давид говорил себе. Зачем я вообще трачу время и на то, что завидую кажущемуся успеху нечестивых, их успеху в жизни? Сегодня даже светские психологи соглашаются с тем, что гнев, зависть и ревность гораздо больше ранят человека, который испытывает эти эмоции, чем сам объект их ненависти. Гнев и ненависть разрушают человека и истощают его силы. Эти чувства уничтожают человека эмоционально, ментально, психологически и социально, и даже целесно. И во-вторых, будь в покое и зри на небо из-за того, что ты уже имеешь. Это стихи с четвертого по седьмой. Мы уже говорили о том, что если мы анализируем ситуацию, то увидим, что вне зависимости от того, пережили мы несправедливость на себе, или это случилось с нашим близким и дорогим человеком, если мы видим успех нечестивых, то сначала это вызывает в нас ревность, потом раздражение, очень сильное раздражение. Если не разобраться с раздражением, с Божьей помощью, оно превратится в гнев, а если не направить гнев в позитивное русло, он превратится в ненависть. Дорогие мои, нет нужды говорить вам, что у ненависти есть свои уродливые последствия. Дорогие, когда верующие начинают ревновать успеху нечестивых и забывать, что у них есть Христос, а это все, что нужно, это всегда приводит к неприятностям. И вот он, четвертый стих, «Утешайся Господом», и он исполнит желание сердца твоего. Ах, какое же чудесное местописание! Бог дарует вам желание вашего сердца. Просто открывайте свои желания пред Ним, и они ваши. Но не стоит упускать предусловие, когда именно мы увидим, что наше желание сердца исполнится. Нельзя упускать важную часть этого стиха, если мы будем утешаться Господом. Это обязательное условие. Без этого никак. Но что означает утешаться Господом? Что вообще означает утешаться кем-либо? Давайте вспомним те дни, когда мы были полны романтики. Я надеюсь, эти дни не закончились в вашей жизни. Что было с нами тогда, когда мы были поглощены романтичной любовью? Мы хотели делать то, что нравится объекту нашей любви. Когда двое влюблены? А я раньше занимался консультацией пар, вступающих в брак. Я видел так много парочек, которые были безумно влюблены друг в друга. Они витали в облаках и все время старались угодить друг другу. А потом они поженились. Нет, я ни на что не намекаю, просто пытаюсь объяснить мысль. Что же значит утешаться Господом? Это значит делать то, что Он хочет, чтобы я делал. Я хочу идти туда, куда Он желает, чтобы я пошел. Я хочу более всего угождать Ему. Я желаю того, чего желает Он. Его радость — это моя радость. Конечно, Он исполнит мои желания. Я ведь желаю того же, что и Он. Неверующим людям или номинальным верующим никогда не понять наших отношений любви с Господом. Для них это тайна. Они не могут понять, как мы можем утешаться Господом. Поэтому они нас дразнят или обвиняют нас в том, в чем нет нашей вины. Пятый и шестой стих говорят, «Предай Господу путь твой и уповай на Него». И Он совершит и выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Мы сегодня привыкли к неправедным заголовкам. Мы читаем статью, и только на 27-й странице мелкими буквами написано, что это не так. Где бы вы сейчас ни находились, слушая эту проповедь, если вы чувствуете, что не получили справедливое вознаграждение, и что повышение, которое вы заслужили, прошло мимо вас, может, о вас распустили слухи, или несправедливо к вам отнеслись в каком-то вопросе, и вы говорите себе, «Я слишком долго был добрым и хорошим». На вас лежит тяжелое бремя, тогда как другим в жизни все так легко достается. Пожалуйста, дорогие друзья, услышьте слова истины. Судья Вселенной все видит, и Он сделает все, чтобы однажды вы получили достойную награду. И однажды Он обязательно прославит вас, и вы будете оправданы в лице всех окружающих. Однажды Он вас щедро вознаградит, и вы получите великое благословение. Оставайтесь в покое и взирайте в небеса, потому что вы видите не все, далеко не все. А ведь мы должны смотреть духовным оком. Давайте скажем это вместе. Оставайтесь в покое. Вторая причина — из-за того, что вы уже имеете. Третья — будьте в покое и зрите в небо, из-за того, что ожидает вас в будущем. С 8 по 11 стих. Не только Бог отомстит за вас, не только Он оправдает вас и возвысит, но также Он вознаградит вас. Вы обязательно получите от Господа награду. Вы получите наследие землю, новую землю. Вы помните, что Библия говорит о новом небе и новой земле. Вся новая земля принадлежит вам, и все те, кто раньше вызывали в вас ревность, гнев, зависть исчезнут, как клубок дыма. Были и нет. Вы получите полную награду, а они исчезнут. Мы сегодня наблюдаем, как наше общество подвергается навязыванию новых мирских ценностей. Мирское означает здесь и сейчас, без будущего. Нам навязывают только временные, земные ценности. Даже проповедники проповедуют в основном о земных вещах, о том, что здесь и сейчас. Об этом тоже нужно проповедовать. Я ничего не имею против, но ведь это еще не все. Есть что-то большее, и оно не на этой земле, уж поверьте. Не нужно тратить время лишь на земное. Итак, потому что вы не все видите. Вторая причина. Благодаря тому, что вы уже имеете. Третья причина. Будьте в покое и зрите в небеса из-за того, что ожидает вас в будущем. И, наконец, успокойтесь и взирайте на небеса, потому что нечестивых ожидает наказание. Давид говорит, что если бы только мы могли видеть, ой, если бы мы своими глазами могли видеть то, что видит Бог, мы бы и минуты своей жизни, и ни капли своей энергии не потратили на то, чтобы унывать и завидовать нечестивым людям и их кажущемуся успеху. Если бы мы могли видеть то, что видит Бог, мы бы смеялись над нечестивыми точно так же, как это делает Бог, вы бы смеялись даже с того, что вы тратили свое время и энергию на то, что ревновали злодеям. Вы бы смеялись над глупостью нечестивых. Вы бы смеялись над жестокой шуткой, с помощью которой сатана потешается над нечестивыми. А я хочу задать вам вопрос. Вы реагировали когда-нибудь слишком сильно на какую-нибудь полученную вами информацию. Я имею в виду болезненную реакцию. Вы когда-нибудь слетали с катушек, а потом вдруг узнавали, что эта информация ложная. Ответьте себе на этот вопрос. Можете мне не отвечать. Вспомните, как вы себя чувствовали, когда поняли, что все это было неправдой. Вы чувствовали, что вас обдурили. Нет, ну не смейтесь. Я тоже был в такой ситуации и не раз был в подобной. В точности, это же происходит, когда мы гневаемся и завидуем успеху нечестивых людей. Послушайте, у вас неправдивая информация, потому что она неполная. Вы неправильно все понимаете. Вы должны начать смотреть на жизнь Божьими глазами. Гневаемся и завидуем им, глядя на их успех. Но на самом деле мы должны о них плакать и рыдать. Я и действительно имею в виду, что мы должны плакать об их ужасном конце, о том, что их ожидает, если они не покаются. Мы должны рыдать о том, что их ждет страшный суд над нечестивыми. Их ждут ужасные мучения, и они никогда не прекратятся, но будут длиться во веки веков. Я знаю, мы больше не рыдаем о погибающих грешниках в церкви. В наше время христиане либо присоединяются к образу жизни грешников, либо завидуют им. Кто-то сказал, что больше слез проливается в кинотеатрах из-за придуманных трагедий, чем в церквях о трагедии настоящей. Уинстон Черчилль сказал, что, наткнувшись на истину, большинство людей быстро поднимаются и убегают, словно ничего не произошло. Дорогие, мы живем во время, когда выдумка полностью смешалась с реальностью. Я говорю о культуре, в которой мы с вами живем сегодня. Некоторые люди живут в нереальном мире, но Бог смеется над тем, что мы считаем настоящим и постоянным, потому что Он знает, что то, что мы видим на самом деле, непостоянно. Бог знает финал нечестивых, знал Он, что их ждет осуждение, и Бог знает, где они будут вечности. Если Бог смеется над глупостью нечестивых, мы с вами можем быть в покое и взирать на небеса. Ну, а сейчас давайте подведем черту сказанному. Давайте вспомним то, что происходило в недавнем прошлом. Аминь? Я говорю не о том, что было много веков назад, но что произошло не так давно в истории. Где эти могущественные великие люди? У Гитлера были миллионы приверженцев. Толпы людей отдавали ему честь и кланились пред ним. Перед Муссолини благоговели миллионы людей. И где они сейчас, скажите? Где они? Их тела разлагаются в земле. Их души прямо сейчас мучаются в аду. И в это же самое время праведные люди радуются присутствии Иисуса Христа. Программа «Указывая путь» выходит в эфир благодаря финансовой поддержке наших партнеров. «Указыво»